Медведь по кличке Раджа первые свои шесть лет жизни знал лишь одни страдания, лишения и мучения. Родился косолапый в неволе и после вся его жизнь состояла из того, чтобы приносить хозяину прибыль, развлекая людей на улице танцами. Все эти годы бедняга провел в наморднике, который никогда не снимался, даже когда медведь ел. Так что принимать пищу животному приходилось, не раскрывая полностью пасть. К наморднику были привязаны веревки, за которые дергал хозяин, таская за собой с одного места на другое, чтобы потешить публику. Для этого человека Раджа был не более, чем средство зарабатывания денег. Его не интересовало то, что медведь живое существо, которое чувствует боль, голод, страдания, поэтому поступал с ним очень жестоко. Он часто бил питомца, таким образом дрессируя его. О медведе стало известно зоозащитникам, и они забрали Раджу у этого получеловека. Когда они первый раз сняли намордник, то некоторые плакали, увидев его мордочку. Вся она была покрыта шрамами, порезами и ссадинами. А еще за такое длительное время, морда животного слегка деформировалась. У Мишки не было зубов, но был целый букет разных болезней, которые вскоре бы привели к его смерти. Но ему повезло, что он оказался в добрых руках. Волонтерам удалось выходить и вылечить медведя. После этого его отвезли в специальный заповедник, где обитают дикие животные. Все его питомцы были так же, как и Раджа, отобраны у садистов-хозяев. Они слишком много страдали за свою жизнь, и это только ради развлечения толпы. Зато сейчас все эти животные живут на свободе. Конечно, они находятся под присмотром людей, но все же предоставлены сами себе. В их жизнь вмешиваются лишь изредка. Они свободны идти, куда им хочется и делать, что им захочется. На сегодняшний день медведю уже 17 лет. Он теперь сильный и здоровый зверь. Мы надеемся, что он не помнит всего того зла, которое пережил в молодом возрасте. Спасибо за уделенное внимание. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий. До новых встреч!